всем привет здесь роман 1 борис дмитрий дмитрий в 2019 году я рассказал вам о своем походном сетапе трансивера небольшом и антене и системе питания для этого сетапа я напомню о том что представлял этот сетап трансивер св-2017 мини 5-метровое удилище китайская в качестве мачты диполь и питание состоящие из солнечной батареи на 40 ватт которая заряжала powerbank емкостью примерно 90 ватт-часов весил этот сетап 4 килограмма двести тридцать три грамма сейчас у нас 2023 год и мой сетап для пеших походов несколько изменился я бы хотел рассказать о том что повлияло на изменение этого сетапа во первых и к чему в результате я пришел первое что меня впечатлило с этого времени это трансивер монка мне очень понравилось изделие кроме одного он потреблял нереальный 500 миллиампер в режиме приема второе достаточно быстро и выяснил что антенна диполь но не является оптимальным решением вопросом и я достаточно быстро пришел к тому что в походном варианте наиболее правильная антенна является ground plane а почему ну во-первых ground plane с тремя противовесами очень широкополосная антенна то есть фактически и не надо настраивать это первое второй момент до ground plane это одна диапазонная антенна но за это время я понял что я другими диапазонами не пользуюсь третий момент при работе на расстоянии более 3000 километров ground plane начинает выигрывать у диполя по крайней мере один балл а это существенно в результате я достаточно быстро продал свой sv20 17 мини также продал трансивер есфт 891 потому что в качестве походного сетапа пеших прогулках он стал слишком тяжел для меня и в результате купил вот такой симпатичный трансивер это discovery tx 500 алтайской фирмы лап 599 напомню что трансивер очень симпатично выполнен и самым главным его достоинством является то что он режима прямо кушает 100 били ампер вторым элементом замены садапа это был отказ от диполя и переход на ground plane остался точно такое же китайское удилище в разложенном состоянии около пяти метров ну а в остальном я избавился от звук вещей я избавился от балуна который крепился верхней точке из и соответственно второй момент я избавился от лишних пяти метров кабеля то есть у меня кабель который соединяет трансивер с антенной сократился на пять метров что такое пять метров пять метров это лишние 200 грамм и наконец последнее последним элементом стал у меня питание для питания трансивера discovery я выбрал стандартный powerbank емкостью 20 тысяч миллиампер часов или лучше говорит 74 ватт часа который умеет повышать напряжение до 12 вольта это то что то что надо для питания трансивера и вот такая солнечная панель солнечная панель 21 ватт таким образом я при помощи этой солнечной панели полностью заряжаю свой powerbank примерно за 9 световых часов кстати говоря этот powerbank позволяет работать discovery mtx 500 6-7 часов в эфире давайте поговорим о граммах граммах которых которых я измеряю тот или иной компонент своего сетапа трансивер сюда входит сам трансивер микрофон и телефон в небольшой сенхайзер six 300 такой вот сетап весит 757 граммов второй элемент сетапа солнечная панель powerbank и два шнурка юсб как ни странно этот элемент сетапа весит те же самые 757 граммов и наконец антенна мачта 21 метр провода который режется на 4 равных куска по 5 метров 20 сантиметров образуя ground plane с тремя противовесами соответственно кабель с разъемами 5 метров и этого достаточно растяжки та же самая отвертка в качестве подпятника для мачты и вот этот элемент сетапа то есть антенная система весит 1260 граммов просуммировав все свои граммы я получил что полностью мой современный сетап 2023 года для походов весит две тысячи семьсот семьдесят четыре грамма или практически на полтора килограмма легче чем мой сетап для пеших походов 2019 года это практически в полтора раза легче ну я считаю что для меня это существенно однако можно и дальше уменьшить вес сетапа например я заметил что я очень часто планирую выбираться небольшие походы так называемые походы выходного дня тогда когда у меня впереди два-три дня как где я могу с рядачком побыть с платочкой ну естественно с трансивером тогда я убираю пауэрбанк и солнечную панель и беру пауэрбанк чуть помощней 30000 миллиампер часов это ее юсомс пауэрбанк 30000 и таким образом немножко экономлю поверь по весу тогда такой сетап на два-три дня у меня весит две тысячи шестьсот пятьдесят грамм минус сто двадцать пять грамм но согласитесь тоже приятно и еще один вариант походного сетапа иногда я выбираюсь на один день то есть сажусь на электричкой еду и к вечеру возвращаюсь тогда мне не надо брать тяжелый аккумулятор тем более солнечную панель я беру вот такой вот легенький пауэрбанк это кула 10000 который умеет повышать напряжение до 12 вольт и вот в этом варианте до таким вот пауэрбанком я могу работать три часа на своем трансивере и вот такой вариант и весит совсем замечательно 2260 грамм то есть я стремился к двум килограммам я почти дошел к этой цифре я надеюсь что это видео каким-то образом вам поможет определиться со своими походами с этапами и таким образом я надеюсь что был вам полезен с вами был роман 1 бориса дима дима всем пока